Я приветствую всех на своем канале. Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема пойдет о разведении канареек. О самом главном в разведении канареек. Кто-то скажет, кормление самое главное, кто-то скажет, содержание, уход. Ну, отчасти, может, вы и правы. Но я считаю, что самое главное в разведении – это гнездо. Ведь без гнезда ни одна канарейка не сможет благополучно снести, высидеть, выкормить своих птенчиков. Они могут нести яйца в кормушки, на полу, но это все заканчивается неудачами. А вот именно в гнезде, если канарейка отложит яйца, то все пройдет благополучно. Она высидит свои яички, там вылопятся птенчики, затем она их выкормит, и будет все хорошо. Итак, посмотрим, какие бывают гнезда, как их можно сделать. Это все очень просто. Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, друзья, перед нами гнезда. Гнезда можно изготовить из капроновой веревки. Вот такая толщина. Это обычная бельевая веревка. В хозяйственном магазине бельевая веревка. Могут быть разного цвета. Вот такие шапки. Черные. Эти все капроновые моются очень хорошо, стираются очень хорошо. Вот видно, да? Так, и вот самые козырные. Обратите внимание, сделано они из какого материала. Канарейкам очень нравится, вот когда гнезда с этого материала. Это пенька. Также берется веревка в хозяйственном магазине. Вот, видите, она как. Сейчас я вам покажу. Берется, значит, тарелка, блюдце. Старайтесь выбрать блюдце, чтобы здесь был хороший такой плоский пяточок. Вам будет удобно. И вот, обратите внимание, видите, как начинаем завивать, как улитка. Больше, 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 больше. А с этой стороны вы это все дело обвиваете веревкой. Ниткой. Просто обычной иголкой обшиваете. Никакого клея, ничего не надо. Вставляете нитку в иголку. Начинаете заматывать нитку и обметываете ее. Вот тут в белом хорошо видно. Вот и все. Потом выворачиваете. И у вас получается такой вот мягкий корпус. Сюда вставляете проволочку. Вот как здесь уже готовая вставленная проволочка. То есть, корпус уже у вас держит форму. Вот, видите, форму держит. То есть, он довольно-таки крепкий. Проволока вот такого плана. Она мягкая, но тонкая. Удобно гнется. Так, значит, смотрите. Когда сошьете свои гнездышки, обязательно учтите, что вот эти крючки, я много смотрел в магазине, в книжках, в литературе, крючки почему-то все делают вот так. Как будто они ее повесят так. Они же ее таким вот образом, если вы повесите внутрь. Ну, она как-то держится, но не очень. В принципе, держится, если хорошая проволочка. Я хотел сказать то, что проволоку можно сделать, один здесь, а один на противоположный, чтобы когда вы... Сейчас я вам покажу. Чтобы когда у вас гнездо размещалось в домике, в клеточке... Вот, установите. Сейчас покажу вам. Значит, одну проволоку вы монтируете на одну сторону, а другую на другую сторону, чтобы в дальнейшем, когда канарейка будет там сидеть, она не переворачивала гнездо. И вот она будет... Сюда не будет переворачиваться, и сюда не будет переворачиваться. Вот, понимаете, да? То есть, я думаю, если на одну сторону за это завесить, то, возможно, сюда может перевернуться, или сюда сильно может перевернуться. Ну, неудобно. А в угол как раз очень хорошо. И вы проволоку сделаете на две стороны. Также надо отметить, если вам неохота шить, сидеть с этими гнездами, можете написать мне внизу под комментарием или на WhatsApp. У меня таких гнезд очень много. Могу поделиться за недорого. Чисто символическая цена. Вот такие гнезда стоят. Стоили по 400 рублей, но подписчикам и зрителям канала сделаем по 300. Дружескую скидку. Вот эти, значит, по 300, ребятки, обращайтесь. А вот такие можно сделать подешевле. Ну, по 200 рублей отдам. В добрые руки, как говорится. Итак, после того, как вы изготовили гнездо, вот такого плана. А, надо еще учесть, сейчас, минуточку. Чуть не забыл сказать. Ширину и глубину. Значит, смотрите. Ширина горловины. Вот у меня получилось 10. Можно сделать 10, 12, 11, вот так. Но не меньше 10. Меньше 10 могут птенцы выпадать. Будет тесно. Так, теперь глубина. Глубина во всех книжках пишут 5-6. Здесь просто не видно. Вот она поднимется. Сейчас я вам покажу. Вот так она туда прогибается. И получается 6 сантиметров глубина, чтобы была хорошая. Чтобы птенцы там сидели, не выпадали. В общем, глубину делайте 5-6 сантиметров. Так не видно. Горловину не меньше 10. Так, чтобы самые удобные такие размеры. Вот я сегодня выбрал такую пару, чтобы нам попозировали. Значит, вот желтый с хохолком, это самец. И я планирую споровать его вот с этой самкой. Видите, да, какая краска. Самочка просто готова. Она весной в поровку не шла. Потому что она сидела у меня за место самца. Думал, самец. А вот сейчас смотрю, оказывается, самка. Ну, сейчас вот у нее брюшко надутая. Там, керышки есть раздуть. Брюшко набухло. Можно попробовать споровать. Сейчас я им установлю гнездышко. Ну, и буду наблюдать. Думаю, дней 10 понаблюдаю. Если будут яйца, значит, сниму видео первые яйца. Если нет, значит, возьмем другую самку. Будем экспериментировать. Многие спрашивают, сколько яйца, канареек, вот когда снесли, могут оставаться жизнеспособными. Друзья мои, на моем опыте я убедился, что канареечные свежеснесенные яйца в холодильнике прекрасным образом сохраняют жизнеспособность до 10 дней. То есть яйца хранить в холодильнике можно до 10 дней. И последнее яйцо вкладки, оно... Последнее яйцо вкладки, оно всегда имеет более яркую голубую окраску. То есть, вот имейте в виду. Сейчас я установлю гнездышко, продемонстрирую, как это будет выглядеть. Итак, друзья, смотрите. Устанавливаем гнездо. Старайтесь разместить его вот так в углу. Если жердочка мешает, можно жердочку немножко подвинуть. Ставим в углу. Допустим, если в этом углу у вас кормушка будет, то в этом ничего мешать не будет птичкам размножаться. Вот. Одну проволочку на правую сторону, а другую проволочку на торец стены. И теперь в эту проволочку просто вниз. Значит, смотрите. Я одну проволочку закрепил, чтобы было удобно транслировать все это дело. Теперь в эту проволочку вниз. Вот, обратите внимание, там я закрепил, а эту проволочку вы теперь просто вот так вниз тянете. Если у кого-то более толстая проволока, можно попробовать просто так крючком сделать. Но крючком как-то плохо держится. Вы ее вот таким вот образом заматываете ее вот параллельно этой проволоке. Сейчас замотаю, покажу. Вот, видите, как получается. Проволока обматывает проволочку, и все, она держится хорошо. Таким образом у вас получилось гнездо в углу. Это самое главное, чтобы пара канареек было чудесное, хорошее гнездо. Еще надо помнить, что из чего бы вы не изготавливали гнезда своим канарейкам, разные паразиты меньше всего заводятся из этого материала, который сделан из конопли. Это пенька, вот то, что сейчас у нас на видео. Вот. Вот это самый безупречный материал. В нем меньше всего заводятся паразиты. Это надо тоже учитывать. Вот такая у меня парочка. Видите, самец с хохолком, самочка без хохолка. Если у вас будут и самец, и самка с хохолком, то я не советую так поровать. Надо разные, чтобы были. Кто-то будет пусть с хохолком, самец, допустим, или самка, допустим, а другой партнер будет без хохолка. Если споровать два с хохолком, то будут лысые канарейки. Вот не допускайте таких ошибок. Видно, да, вам хорошо? Не забывайте, кстати, если кому надо, кому лень шить гнезда, пишите в комментариях. Отправлю почту без проблем по России. Вот такие вот у меня сегодня артисты. По возрасту самцу полтора года. Самочки тоже около двух, наверное. Она уже взросленькая. Так что, друзья, все. Спасибо за просмотр. Продолжение следует. Встретимся на моем канале. Всего доброго. До свидания.